Здравствуйте! В этом выпуске поговорим о Финляндии, Албании, Турции и осеннем гиде нажительства от Приан. Начну с реплики в связи с громкой новостью из сферы зарубежной недвижимости. Настолько громкой, что из-за политического подтекста ее растиражировали даже государственные СМИ. В Финляндии задумались об изъятии собственности, за содержание которой перестали платить. У нас это известие, конечно же, трансформировалось в совсем жуткое. У россиян якобы будут отнимать недвижимость. В чем, собственно, суть? В Финляндии действительно участились случаи неуплаты коммунальных услуг и, очевидно, ежегодных налогов со стороны граждан России. Цифры не называются и не думаю, кстати, что они очень уж значительные. Ведь нашим соотечественникам принадлежат в сумме всего около трех тысяч объектов. Так что уверен, большинство, даже испытывая всем известные проблемы с въездом в ЕС, способ вносить нужные суммы или уже нашел, или находит в настоящее время. Но понятно, что тема эта в целом горячая, нервная, деликатная. Что со стороны России, что, кстати, и со стороны Финляндии. Тут даже 5-10 историй могут вызвать, если не скандал, то резонанс и стать, соответственно, руководством к действию. То есть, в данном случае, к публикации в официальных финских СМИ. Ну а теперь по сути. В Финляндии, как и в любой другой стране, если собственник продолжительное время накапливает долги, к нему применят санкции. Самое суровое из которых – это действительно изъятие недвижимости. Но, во-первых, происходит это в цивилизованном мире по приговору суда. Во-вторых, после тщательных поисков иных решений. Ну и в-третьих, процесс этот в любом случае не быстрый. Сейчас финская сторона пытается решить ключевой вопрос – а как связываться с задолжавшим собственником? Ведь важно, чтобы все было по закону, то есть официально. Почтовая связь между нашими странами предельно затруднена. Сообщения по электронной почте пока вроде как не являются альтернативой, ведь непонятно, получил ли уведомление собственник. И именно это финские власти называют основной проблемой, заявляя, что продумывают универсальный формат оповещения. Но, повторю еще раз, я уверен, подавляющее большинство владельцев недвижимости из России с соответствующими органами контактируют и проблемы с оплатами решают через агентов, через соседей, друзей, в конце концов, через счета в дружественных странах. А случаев отъема частной собственности в Суоми, как и в других странах, слава богу, пока не зафиксировано. Что, правда, совсем не отменяет куда более сложный вопрос. А что же делать россиянину без европейского ВНЖ или без второго гражданства со своей недвижимостью в Финляндии? Мы редко говорим об Албании, но вот теперь появился повод. Банк страны опубликовал отчет о ситуации на рынке недвижимости в первом полугодии. Главное, средняя цена сделки выросла за полгода на 12%, но вот за год она почти не изменилась. То есть к лету в курортной Албании цены растут, а к зиме покупать бывает, что и выгоднее. 14% сделок за иностранцами. А вот это серьезное снижение. До пандемии нерезиденты покупали в Албании чуть ли не каждый третий объект. Россияне? Россияне покупают. По словам риэлторов, проходят сделки наличными через скроу-счет нотариуса. На побережье по-прежнему есть варианты до 40 тысяч евро, и семья вполне может даже легально привезти в Албанию нужную сумму. Но более популярна оплата через счета в банках дружественных стран. По ссылке к сюжету «Объекты в Албании». Набирает обороты история о возможных изменениях в правилах сдачи недвижимости в краткосрочную аренду в Турции. Месяц назад мы уже рассказывали о том, что ательеры Алании, недовольные конкуренцией со стороны иностранцев и в первую очередь россиян, покупающих десятки тысяч квартир для сдачи в аренду, хотят поднять этот вопрос прямо-таки на государственном уровне. Так они и сделали. Сейчас проблема обсуждается в национальном собрании Турции. Еще раз подчеркну, главное слово здесь «обсуждается». То есть никаких решений еще не принято. Но можно с достаточно большой долей вероятности прогнозировать, что ужесточения все-таки будут. С 2017 года для сдачи недвижимости на короткий срок в Турции надо открывать юридическое лицо. Но для тех, у кого в собственности ни одна и ни две квартиры, это не проблема. С учетом спроса в последние годы выгоды все равно была и есть. Но вот какие меры сейчас обсуждают депутаты. Пожалуй, главное это введение лицензии. Они, кстати, есть во многих странах, в основном в Южной Европе. И это действительно серьезная ограничительная мера. Ведь лицензии можно выдавать, а можно и не выдавать. В любом случае, по замыслу турецких депутатов, для ее получения нужно будет собрать кучу справок. Вроде сертификата о пожарной безопасности. Также собственников хотят обязать отчитываться о прибывающих и уезжающих. Ну и вишенка на торте. Нужно будет, возможно, получать согласие от соседей на сдачу жилья в краткосрок. Конечно, кошмарить иностранцев, пусть даже их частный бизнес, частную выгоду, турецким властям не очень-то хочется. Они обещают сделать все процедуры максимально простыми. То есть организовать контроль в электронном виде. На турецком сайте аналоги госуслуг сделать специальный раздел. Турецкий рынок сейчас переживает не лучшие времена, если говорить об иностранном спросе. И понятно, что любые новые ограничения вряд ли будут спросу этому способствовать. С другой стороны, в моменте важнее может оказаться то, что безудержный рост цен, в том числе и на аренду, не нравится турецкому электорату. Президент Эрдоган обещал к этому электорату прислушиваться. Выборы прошли 4 месяца назад, пора выполнять обещания. И в заключении приятная новость вышла в свет наша книжка «Гид на жительство». Последние три года мы выпускаем справочник в карманном формате. Информация очень быстро меняется, поэтому мы перешли на выпуск книги два раза в год. Осенний тираж мы будем традиционно распространять на выставках зарубежной недвижимости. И начнем прямо-таки в эти выходные на инвест-шоу в Москве. Тишинская площадь, дом 1, 13 и 14 октября. В описании к сюжету ссылка на регистрацию на выставку. Ну и последнее пожелание мира. Последний год и особенно последние дни кажутся чуть ли не бессмысленными. Почти что заклинаниями что ли. Но тем не менее, давайте стараться этот мир приближать. Подумайте, как вы можете помочь тем, кому сейчас нелегко. И обязательно берегите себя и своих близких. До встречи. Следующий выпуск новостей выйдет через две недели. Пока.